А перед тем, как посмотреть данное видео, я хочу посоветовать вам канал Скиловика. На канале данного парнишки вы найдете видео по Майнкрафту Бокет Эдишн, по Клэшов Клэнс, по Танкам и многое другое. Блок Страйка, друзья. Здесь собирается Майнкрафт и Андроид Игры. Поэтому, если вам надоел наш Майнкрафт, переходите в Андроид Игры и смотрите у него клэшку Блок Страйк. Кстати, отличная пародия на Майнкрафт. Поздравление, друзья, GTA San Andreas, что может быть лучше. А также у него вышло совершенно недавнее видео пародии на GTA 5. Обязательно посмотрите, оцените и поставьте ему лайки. Также, друзья, 10 и посылки из Китая, что просто очень круто. Ну, собственно, ссылка на канал будет в описании, а вы пока что ставьте ему лайки. Что ж, друзья, переходим к видео. Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня у меня для вас SSP Shaders для Майнкрафта Покседишна. Не знаю, почему такое довольно странное название шрейдеров, наверное, связано с тем, что первые две буквы означают имя и фамилию разработчика. Но это вторые буквы. Это уже Покседишна. Скорее всего, но это уже мои догадки. Я не знаю, как на самом деле. Но, как сообщает разработчик, данные шейдеры предназначены для слабых андроид-устройств. Что касается меня, они все равно не идут в меня плавно. Хотя плавность наблюдается только на плоском мире. Ну, а здесь чувствуется проседание FPS. Что ж, друзья, давайте обратим на самые главные функции данных шейдеров. Во-первых, не такие уж и плохие тени, которые не сильно бросаются в глаза, и которые не так уж сильно баганы. Водичка, друзья, водичку, автор не стал уж с ней заморачиваться. И, собственно, водичка такая обычная, довольно прикольная. Ладно, теперь давайте обратим внимание на листву, траву, и, собственно, она шевелится. По крайней мере, листва шевелятся, смотрите, друзья. И трава тоже шевелится. Без всяких багов она движется, и это замечательно. Собственно, теперь можно посмотреть и на освещение данных шейдеров. Освещение довольно нормально. Как понимаете, шейдеры и вправду предназначены для слабых ПК, но все равно я вижу подлагивание. Хотя, может быть, я слишком сожрался и хочу слишком высокий FPS в Майнкрафте. Хотя, друзья, читая комментарии по Майнкрафту, я понял, что Покс Эдишн, наоборот, хуже оптимизирован, чем ПК. К примеру, планшет из 20 тысяч не справляется с данным Майнкрафта, и он у них лагает. Конечно, его нужно запускать на системе ЮС, но данная платформа, данная техника стоит очень дорого. И не каждый может себе ее позволить. И толку от Эппла мало. На нее моды установить нельзя, нельзя установить, допустим, там, Химс Адены, ну и многое другое. Ну, собственно, друзья, мы ушли от темы. Собственно, о шейдерах можно сказать много. Особенно внимания нужно обратить на облака. А также, друзья, обратите внимание на них ночью. Специально для вас. Посмотрите ночью, они просто суперски. Да, небо ночью меняется. Если вы согласны со мной, что шейдеры классные и хорошо оптимизированы, ставьте Лоис. А кто не согласен, ставьте дизлайк. Ну, а ссылка, если что, на эти шейдеры будут в описании. Также не забывайте подписываться на канал того парнишки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok